Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие! Сегодня я хочу поделиться с вами еще одним уроком. Сегодня я расскажу вам, как делать огромный большой бутон. Дело в том, что бутон, по сути, есть основа для цветка. И, сделав его, совсем несложно будет при желании превратить его в огромный цветок. Итак, нам понадобится изготовить полусферу, выполненную в технике папье-маше. В детстве, думаю, многие этим увлекались. Делать это просто. Нам понадобится шарик, клей и старая газетная бумага. Шарик надуть, бумагу порезать и помельче, так будет удобнее. Клей развести водой и прямо на шарик с помощью кисточки мы все эти листочки и приклеиваем. Листочков надо много. Основа должна быть крепкой. Особенно у основания. После полного высыхания ножницами разрезать ровно посередине. Острую часть я буду использовать под бутон, а пологую для цветка, но это потом. Для бутона нам понадобится два рулона бумаги и один рулон для зелени. Отмеряем один метр. Затем отрезаем и получившееся полотно режем на три равных части. Это примерно 16,5 см. Берем одну часть и режем ее пополам. Получается примерно 1 метр на 8 см. Метр пополам для удобства. Сложить нужно так, чтобы получилось примерно 8 см. Затем прорезаем, оставляя 1,5-2 см. Формируем два узеньких лепесточка. Получившийся заборчик мы слегка растягиваем. В верхней части, но не сильно. Так мы сделаем и со всеми четырьмя полосками. Растягивать можно в одну, а можно чередуя в разные стороны. В сторонку. Берем следующую полоску. Складываем метр пополам. Еще раз пополам. И затем в три раза. После этого прорезаем, оставляя 3 см. Посередине делаем надрез. Также не до конца. Сверху формируем острые лепесточки. И по принципу маленьких растягиваем не сильно сверху. Уже прикольно. Но пока в сторону. А последняя часть от нашего метра складываем метр пополам. Еще раз пополам. И еще раз пополам. Прорезаем посередине. И на этот раз оставляем 6 см. Нам полоска, оставшаяся внизу, пригодится. Лепесточки растягиваем. А теперь зачем полоска? Ей мы обрабатываем линию разреза на нашей форме. Полосочку нужно приклеить. На приготовление трубочки внимание заострять не буду. Главное она должна легко входить в трубу. Стебель. Берем наши первые, самые маленькие лепесточки и начинаем творить. Здесь действуйте по ситуации. Мне для удобства нужно разрезать. Склеиваю, закручивая. Затем приклеиваю вовнутрь трубки. Остальные клею снаружи, немного присборяю. Следующую полоску я наклею немного отступив. И следующую отступлю еще немного. Затем я по такому же принципу наклеиваю полоску с лепестками побольше. Стараюсь укладывать их в шахматном порядке. Клей на первый этап уходит много. После закрепляю бутон малярной лентой. И финальный штрих в моей серединке. Лепестки укладываю, заполняя пустоты. Где-то натяну, где-то присборю. Я считаю вполне достойно. Переходим к форме из папье-маше. Середину надрезаю и вставляю цветок. Для первого этапа нам понадобится отмерить 1 метр. Разделить на 3 равных части, каждые по 16,5 см. Ну, это мы уже делали. Теперь сворачиваем пополам, затем еще раз пополам и на 3 части. Разрезаем на этот раз до конца. Из полученных заготовок вырезаем лепестки. Я не сторонница шаблонов, поэтому форма на ваше усмотрение. Получается из 1 метра примерно 36 лепестков. Теперь мы берем основу и начинаем клеить лепестки на внутреннюю часть. Клеим, отступив 4-5 см. С нахлёстом. Лепестки слегка загибаем вовнутрь. И так весь ряд. Второй этап наклеиваем лепестки вторым слоем. Отступив от первых 4-5 см. Тоже весь ряд. При необходимости лепестки можно подклеить. Собрав в рукло наше соцветие и обмазав основательно клеем, соединим форму и цветок. Хорошенько прижмем. Ну, теперь третий этап. Создание внешнего бутона. Для этого я взяла бумагу другого цвета. Отмеряю метр и делю его на 16 см и 34 см. Полученную полоску складываем пополам, еще раз пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Формирую лепестки. Мелкие 12 штук наклеиваю по внешней части внахлёст по кругу. Красивый бутон уже стал прорисовываться. Теперь сделаем средние лепестки. Ход уже знаком. Отмеряем метр, делим пополам. По 25 см две полосы. Метр пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Формируем лепестки из двух полосок. 16 лепестков. Немного повыжимаем, растянем, не сильно формируем ложечку. Наклеиваем их по кругу. Лепестки наклеиваем так, чтобы они не сильно отличались от основного бутона. Не нужно их не завышать и не занижать. Лепестки клеим внахлёст. И вот мы подходим к самым крупным лепесткам. Они клеятся практически от ножки. Ну вот, бутон практически готов. Дело за чашелистиками. Берем зеленую бумагу, складываем ее, чтобы получилось 6 лепестков. Примерно по 8-10 см шириной. Отрезаем от основного рулона и сразу формируем лист. Остатки получаются большими и их можно будет использовать в других цветах. Немного пожнем, расправим и сформируем лепесточек. Теперь остается наклеить их на бутон. Зеленые листки могут выходить за лепестки бутона. Формируем шишечку у основания из газеты и укрываем бумагой. Все, бутон готов. И вот, что из этого получилось. Конечно, здесь не только бутон. Но, как я уже сказала, от бутона до цветка всего лишь несколько лепестков. Примерно 24 или 36. Главный принцип уже понятен. А если цветок с лепестком собрать в композицию, то получается очень красивая штука. Большое спасибо за внимание. Очень надеюсь, что сегодняшний урок вам понравился. Жду ваших оценок и ваших вопросов. Желаю всем успехов, удачи и огромных красивых цветов. Пока-пока!